Все профессии важны, все профессии нужны. Но нужнее всего региональному правительству квалифицированные кадры. Сотрудники, которые не просто выполняют свою работу, но и стремятся к карьерному росту. В правительстве Иванской области состоялось заседание Совета по кадровой политике. Как показывают социологические исследования, значительное количество чиновников, пребывающих в одной должности более пяти лет, как правило, не демонстрирует значимых результатов в работе. Поэтому ограничение срока пребывания в одной должности может повысить и качество, и результативность государственного и муниципального управления. Кроме того, Виктор Смирнов предложил создать в этом году единую базу вакансий и резюмы, тем самым сформировав единое информационное пространство о кандидатах на должности государственных и муниципальных служащих. Сергей Пахомов заметил, что к подобной работе следует привлекать и психологов, чтобы новоспеченные чиновники были правильно мотивированы к работе. Чиновниками не рождаются, ими становятся, но, я уверен, не каждый человек вообще способен быть чиновником. Для того, чтобы стать чиновником, надо как минимум к людям хорошо относиться. А это, к сожалению, в этом пока есть вопросы. Михаил Мень уверен, главный потенциал сконцентрирован в Ивановских вузах. Однако многие молодые люди сейчас предпочитают идти в бизнес, ведь работа чиновников – это еще и ряд ограничений. Не все готовы публично, что называется, раздеться и показать свои декларации, в том числе и в средствах массовой информации. Не все готовы отказаться от каких-то привилегий, которые на сегодняшний день есть у бизнес-сообщества. Теперь новое введение недвижимости за рубежом, об обучении детей за рубежом и так далее. Все предложения, прозвучавшие на совете, будут учтены при разработке программы «Развитие государственного управления Ивановской области» на 2014-2017 годы. Михаил Мень поддержал предложение создания проекта по отбору и подготовке кадров для сферы государственного управления «Профессиональная команда губернатора». В проект будут вовлечены как первокурсники, так и лучшие выпускники вузов. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.